Добрый день! Меня зовут Ситков Евгений. Сегодня мы с вами поговорим о черных и белых схемах оптимизации налогов. На этом семинаре в течение 4 часов мы с вами разберем 200 схем оптимизации налогов, которые позволят вам оптимизировать зарплатные налоги, НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Итак, начнем. Вначале я бы хотел спросить вас, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кому изначально выгодно платить большие налоги? Государства? Нет, ибо чиновники получают взятки, а взятки это напрямую связано с уплатой налогов. Чем больше налогоплательщик платит налогов, тем меньше чиновник получает взятки. Поэтому изначально налоговая инспекция заинтересована, чтобы налогоплательщики делали как можно больше ошибок и платили, как ни странно, меньше налогов. Реакция налоговой службы на тех, кто платит большие налоги однозначно. Их имеют как никогда. Физические лица, юридические лица, частные лица сами по себе тоже не заинтересованы платить большие налоги. Нас пригласили в качестве консультантов для того, чтобы оптимизировать налоги. Финансовый директор говорил, ребята, у нас с вами что, плохо живется? У нас все есть. Зачем еще нужно оптимизировать налоги и при том рисковать целым предприятием? Многие из вас платят налоги, при этом сводят концы с концами. То есть если вы реально начинаете платить все налоги в том виде, который есть, то развитие бизнеса не получится, к сожалению. Второе, некоторые не платят налоги и при этом живут с мыслью, что завтра что будет, то будет. Третье, платят налоги, потому что они, как правило, сидят на газовом или нефтяном кране. И им все равно. Все схемы оптимизации налогов, о которых сегодня пойдет речь на семинаре, мы разделили на две части. На черные и белые. Конечно, это деление является условным. В черном схеме мы отнесли те схемы, за которые налогоплательщики понесли ответственность. Или те схемы, которые не имеют под собой никакого экономического смысла. Если вы зайдете в книжный магазин, то вы увидите там кучу книг со схемой оптимизации налогов. Вопрос, почему в Российской Федерации до сих пор все платят налоги, когда существует, извините, даже сегодня на семинаре мы расскажем 200 схем оптимизации налогов. Все зависит от отношения к ним налоговой службы. И вторая часть, это те белые схемы оптимизации налогов, то есть они опять являются условными, потому что все зависит от того, как на них посмотрит налоговая служба. С нашей точки зрения они белыми являются, потому что они имеют или положительную арбитражную практику, или вообще ее не имеют. Допустим, такие схемы, как опцион, гарантийный платеж по МДСу, то есть он вообще, это новые схемы, которые не имеют под собой никакой арбитражных прецедентов. И налогоплательщикам можно их использовать. Мы ни в коем случае не претендуем на авторство указанных схем. Некоритые схемы истинно народные. Суть этого семинара заключается в следующем. То есть вы должны эти схемы не просто прослушать и перейти домой, да, мы получили такую информацию, ее не использовать. Именно те схемы, которые мы вам предлагаем на семинаре, их можно использовать прямо сегодня. Вот, допустим, схема, связанная с снижением зарплатных налогов, единого социального налога МДФЛ. Зарплата выдается в виде представительских расходов. Состав ваших топ-менеджеров, руководство может получать энную сумму денег, питаться в ресторанах, и тем самым не платить единый социальный налог и МДФЛ и включать это в расходы. Если налоговики установят, что сотрудник не представил вовремя авансовый отчет, а в этой схеме самое главное это документальное подтверждение, то, конечно, они эти суммы уберут из расходов. Поэтому самая главная задача представительских расходов это документальное обоснование. Делается это очень просто. То есть изначально готовятся все документы, то есть акты, отчеты, которые находятся у помощника или у секретаря.